У меня нашлась работа, то есть я сижу в будке на зимнике И самое интересное то, что мне как невозможно ходить в храм Почему? Потому что я должен с напарником сутками здесь сидеть Вот такая вот беда Ну это у вас как часто бывает? До 25 числа я никуда не должен выходить отсюда Ну, вы сторожем работаете? Ну, получается, да, с ламбаумом сейчас вот смотрю Там машины не пропускают зимний, пока не начался Ну, надо перетерпеть, потому что сторож, животноводство, врачи разрешалось даже субботу нарушать Ну, понятно Вот у меня, видите, я вам так покажу Вот это у меня такой север у нас, я в Тюменской области Видно, да? У вас сколько сегодня градусов-то? У нас сегодня тепло 25 У нас 32 А у нас 37 было, 38 38? Ага Ну, ладно Ну, все, так что вам можно дежурить, если по-другому нельзя Вы же устраивались на работу, знали, что так будет? Нет, я там немножко не так думал Я думал, мы по очереди будем А они сказали, нет, вот регламент такой, что вы обои должны здесь быть Ну, если вы покинете эту работу, вам ущербно будет? Ну, конечно, у меня же нет денег Ну, тогда держись, держись тогда крепко Возьми с собой там, считай что-нибудь, запоминай, молись про себя А я же с вами все время общаюсь Ну, тем более, все Так что успокой сердце свое Ничего тут нет такого Я просто, знаете, что хочу спросить Вот, то есть, не сказать Спросить, а сказать Вот, до закона греха не существовало Вот Появился закон, и грех появился То есть, он ожил Да, ну Я в отношении себя Вот у меня раньше что-то такое я мог допустить, делать Сейчас я боюсь этого даже думать Вот это, что, закон как бы уже наш Господь открыл мне сердце, да? Вот в отношении моей греховной такой природы Что? Ну, по закону-то совесть надо включить Закона не было Однако, Адам согрешил И через него все погибают А закона никакого не было еще Так что, по закону говорится то, что Не входит тут, допустим Что-то надо делать такое Вот, во время не работать или что-то Вот эти, но не принес жертву там Барана не отдал А когда совесть подсказывает Что нельзя вот то-то, то-то делать Тут же закон не надо Мы считаем 11 глава послания к римлянам Что не зная закона Он в себе закон И вот люди живут на острове Никогда ничего не знали А живут честно И Господь будет судить их не по закону А по совести Вот об этом четко ясно сказано Так что, держись Это, от которого слышится Бог, да? Да Так что, закона пока и не было А грех так и был Все, люди вад шли Иначе бы они согрешили Богач говорит Господь притчу рассказал Он не помогал Совесть говорила Собаки лижут, рану облегчают А он не подал, что крошки со стола падали А закона-то у него не было Закон совести И поэтому совесть Златоуст говорит Первичнее То есть она старее закона А как же люди до нового потопа После потопа Еще до Абрама Это сколько лет было Тысячелетие И однако это все Служило к погибели Совесть Это главный стержень Ну вот так А что такое совесть? Я говорил Это тот участок души Через который Слышится Слышится голос Божий Бывает человек Бессовестно Ему плюют глаза Он говорит Божья роса Ну все Отошел С Богом Да